49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпали из очереди на жилье в Петропавловске из-за технической и человеческой ошибок. К такому выводу пришли прокуроры. Они проводили плановый анализ соблюдения жилищного законодательства и постановки на учет граждан, относящихся к социально уязвимым своем населении. К счастью, ребят удалось снова вернуть в очередь. В городском Акимате прокомментировали ситуацию и рассказали, сколько детей из этой категории получат долгожданные квадратные метры в этом году. Петропавловске в очереди на жилье состоят 14 тысяч североказахстанцев. Из них 5 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения и 1700 категории дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. К городской прокуратуре выяснили, что в 2021 году некоторые из них выпали из очереди на получение законных квадратных метров. В ходе анализа установлено, что незаконно были сняты с очереди граждане категории дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В данном случае одним есть и человеческий фактор и техническая ошибка в переводе с местной базы данных в республиканской. На данный момент представление находится на рассмотрении в Акимате города и, соответственно, там они проведут служебные расследования и виновные лица понесут соответствующее дисциплинарное или какое-то иное наказание. В городском Акимате рассказали, что дети-сироты снова вернулись в свою очередь, причем на такие же позиции, на которых они были до инцидента с базами данных. 24 марта они все были полностью восстановлены в своей очереди. Очередь не сдвигалась, они все были восстановлены на свои места. На сегодняшний день у нас в категории дети-сироты состоит 1760 граждан. В прошлом году было выдано 65 квартир. В этом году долгожданные квадратные метры получат 120 детей-сирот, дождутся своей очереди в 2022-м и дети, оставшиеся без попечения родителей.